Как я могу быть резаком, если меня самого порезали? Для начала у тебя были все инструменты. Ты ввел в себе дозу транквилизатора, достаточную, чтобы отвлечь внимание следствия. Ты хирург и отлично знаешь, где можно резать, не подвергая себя риску. Потом ты спрятал свои инструменты и лег в постель. После того, как вытекло немного крови, ты вызвал полицию. Отличный отвлекающий маневр. Как насчет того, что меня изнасиловали? Как можно подделать это? Ты отказался от осмотра. Твои слова ничем не подтверждаются. У тебя нет ни одной улики. Если хочешь, чтобы кто-то поверил, что я это сделал, нужно что-то посерьезнее, чем срыв моей девушки и абсурдная теория о том, как я сам себя порезал. Может, это подойдет. Твой размер. Найден в квартире Рэй после убийства. Кровь на поверхности презерватива принадлежит Рэй. Сперма внутри твоя. Это достаточно веско? Презерватив я могу объяснить. Ты его подбросила. Это твоя защита? Учитывая, сколько я их использовал за последние три месяца, тебе ничего не стоило спрятать один из них и подложить в кровать Рэй. Посмотрим. Я пробираюсь в квартиру Рэй после убийства, но перед тем, как появилась полиция, и прячу один из твоих использованных презервативов недельной давности. Не хочу показаться занудой, но эта теория несколько несостоятельна. Если не ты подбросила, то кто-то другой. Кто, например? Брось камень на Саут-Бич и попадешь в модель, с которой я переспал и не позвонил. Начни с них. Я лучше начну с того, о чем никто не знает. В детстве тебя держали в исправительном заведении, верно? Мне было 12, но это тут ни при чем. При чем, если учесть, за что ты туда попал. Я нашла об этом интереснейшую статью. Кажется, ты был резаком даже в столь юном возрасте. Маленький мальчик играет с животными в безумного доктора. Убийство животных – первый признак психопатического поведения. С этого начинали почти все серийные убийцы. Я не убивал животных. Я нашел их такими. Они были уже мертвы. Но отрезал им головы. Я всегда хотел быть хирургом. Таким образом реализовывал комплекс Бога? Это не комплекс Бога. Я был ребенком. Мне было скучно и любопытно. Забавно. То же самое сказал Мэтт после того, как подцепил транссексуала. Ему было любопытно. Не сравнивай мое детство с тем, что происходит с Мэттом. Мы выросли в совершенно разных обстоятельствах. Да, но удивительно то, что несмотря на разное воспитание, твои гены породили ребенка такого же жестокого, как ты. Природа всегда побеждает. Твои обвинительные речи не годятся для суда. Думаю, сгодятся, когда я докажу, что твоя жестокость наследственна. Давай пройдемся. К тебе посетители. К тебе посетитель. Ты засоринг мой. Давай. О, каждый месяц. Мясо МNext.